Добрый день. В сети появилась информация о том, что земляника Садовая, выращенная на полях совхоза имени Ленина, возможно сгниет прямо там. Потому что Павлу Николаевичу Грудинину не дают ее реализовывать в Москве, разговаривают с различными оптовыми покупателями, не рекомендую работать с совхозом имени Ленина. И делают это люди, которые являются представителями правящей партии Единой России, возглавляют патриотические движения, в том числе эти Майдан. Не подрывает ли это основы нашей отечественной экономической безопасности и продовольственной? Не работают ли они против нашей страны, с вашей точки зрения? Ну, основы экономической безопасности России подорвали еще лет 25 назад. Поэтому никакой экономической безопасности, кроме опасности, в России нет. То есть для любого предпринимателя вы можете взять тысячи, а может миллионы примеров, что бизнес в России это очень опасное дело на самом деле. Особенно успешный. Если успешный бизнес, то любой ценой его будут отбирать люди не скажут, что они неуспешны, в своем они успешны. Но это привластно бандитской группировке. У нас они уже давно хорошо себя чувствуют, они давно окрасились, как они пишут, в белые воротнички. И они там, естественно, работают. Второе, если у вас бизнес не совсем получился, то это тоже опасно, потому что вас постараются посадить для наглядности. Не потому что виновные, их никто не будет искать, почему виновные. Почему у нас банковская система полная говно. Почему у нас Министерство экономического развития, как они говорят, Минэкономразвитие, совершенно не Министерство и не экономического развития, а так вот сбор людей, состоящих из молодых ребят, вроде ничего, а так вот, выпускники, выпускницы, точнее школы имени Настя Рыбки всякие, все вот такое. Очень такая хорошая публика, но к экономике, к развитию страны эти люди настолько далеки, настолько далеки, как нам, нашему сельскому хозяйству, до подобного сельского хозяйства, будем говорить, до подобия сельского хозяйства, тот же Польши или Ирландии, тем более, а уж за Нидерланды говорить не будем. Да, конечно, совхоз имени Ленина, это пример, остров целый, остров, это пример лучшей практики, даже не дойного стада, даже не клубничных полей. Вы знаете, у Павла Николаевича могла клубника не получиться, так как получилось, да, действительно, самое мощное клубничное предприятие, и где? В Московской области, понимаете, в городе Москва можно назвать, это же уникальное, вот, знаешь, само по себе событие. Могло не получиться надой на корову 11 тысяч, да бог с ним, и 7 тысяч, хорошо, да. Но у Павла Николаевича получилось другое. Павел Николаевич создал нам пример, как должен быть обустроен бизнес, вот, общество и власть, вот. Это то, что как раз должно было быть, где на месте орган местного самоуправления есть на самом деле власть. Он решает многие вопросы для жителей. Да, закон плохой сделали, поправок столько внесли, вот, как, больше, чем в нынешнюю Конституцию, да, вот, точнее, уже вчерашнюю Конституцию больше внесли, вот, да. Вот, его испохабили. Но, тем не менее, мы, когда приезжаем в совхоз имени Ленина, поселок, имеется в виду не только, да, мы видим гармонию, гармонию власти с людьми, которые здесь живут. То есть, все то, что делает, вот, коммерческое предприятие, акционерное общество совхоз Ленина, да, и те люди, которые здесь живут, они видят, что это для них делается. Мы не говорим для страны, все это очень далеко, это много. Это, вот, пример, вот, того, что как на месте все сделать. И эти чудесные парки, и сверхчудесная школа, это, в общем-то, событие, это космос, да, вот, значит, вот, для общества России, вот, такое, как открылась школа в совхозе имени Ленина, это, конечно, вот, событие вселенной, можно назвать, да, вот. И это зоны отдыха, и это всевозможные туристические направления, все. То есть, Павел Николаевич вместе с своей командой просто показали, как должно быть. И такой должна быть вся Россия, вся такой, и могла быть вся Россия. Ну, где же нам взять такое правительство, как правительство совхоза имени Ленина, как правительство поселка было совхоза имени Ленина. Вот этих два, если бы у нас правительство Российской Федерации и с полком, вот, был как правительство совхоза имени Ленина, а Государственная Дума и Совет Федерации были как, вот, муниципалитет, вот, совхоз имени Ленина, также построены, также настроены именно на такую волну развития, то у нас была бы вся Россия такой. Потому что в совхозе имени Ленина ничуть не больше ресурсов было, да, чем у, вот, ну, давайте так говорить, Москва. Но, вот, мне многие говорят, да, чего там, Павел Николаевич, в Москве, там, вот, все, клубника продается, ага, еще и, еще и не разрешат продавать. Зачем? Зачем ставить препятствие? Клубника, она три дня продается, всего, там, неделю максимум, где сбор, продажа. Что вы делаете? Вы на один день, вот, это все равно, что не подоить два дня корову. Все пропало, все пропало, но ведь умышленно делают, но ведь им кость в горле. Люди, не умеющие, или точнее умеющие делать только пакость для народа, для людей, вот, те руководители, им, конечно, опыт Грудинина, это очень неприятное дело. Раньше, все-таки, побаивались наезжать на Грудинина, потому что, действительно, очень опытный руководитель, член, все-таки, один из заместителей председателя ТПП комитета, член был общественного совета в Минсельхозе, ну, как-то, областные руководители и местная Шушера вся, то есть, имеется доокрестная, там, видно, и так дальше. Конечно, глаз вложили, конечно, у многих застройщиков просто ненависть, это, вот, знаешь, было же выращивать какую-то клубнику, мы сейчас тут вот построим дома, и это же триллион рублей, он нас решает этого, это же ведь пример такой плохой. А если бы все совхозы так решили, что же бы они делали, откуда же бы они эти триллионы взяли вот все? То есть, в этом и стал спусковой крючок, крючок, вот, да. Но, что будет? Будет то, что уже началось, то есть, сейчас разрушат саму систему, вот, всех вот этих, выстроенную систему взаимодействия жизни власти, социальных учреждений, совхоза, ее разрушат. Вот, разрушат традиционно, значит, вот, постараются привлечь все, глупое телевидение, там, вот, всю эту мерзот, там, всю мерзопакость, ну, ну, что, ну, русское, наши обычаи такие уже, вот, все сейчас изгадят, вот, все перевернут, вот, как, как и у выборы это делалось, все ведь перевернули, счета, не счета, какая разница, есть или нет, главное сказать, что есть, вот, а потом ты хрен отмоешься, то ведь так быстро, а если отмоешься, то уже поздно, вот, очень будет. Поэтому сейчас будут стараться подрезать все корешки, все связи, все, то есть, вот, испуганят. Выход один. Однажды, если вдруг жители поселка совхозами Ленина поймут, что больше того, что есть, не будет, что это все сдадут в аренду какому-нибудь, вот, там, ну, черт его знает кому, но сдадут вот это лукоморье в аренду, сдадут все эти в аренду пруды и тому подобное, это будет, ну, невыносимая жизнь здесь создана, все точно так же, как и во всей Москве, все точно так же, как во всем Подмосковье, все точно так же, как и во всей России. Жить станет неинтересно. Вот если взять там, где я живу, территория, 15 сел и деревень, 21 год назад, вот, 5400 человек. Какая-то еще надежда была на перспективе 12 тысяч голов КРС на территории. На сегодняшний день, вот, 700 голов КРС и 2800 всего человек. Люди не могут жить в таких условиях, люди уезжают и умирают, просто не живут, вот, знаешь, все. Вот это она Россия такая вся стабильная. Совхоз имени Ленина, поселок, выбился с этой картины, вот, всеобщей деградации, уныния, вот, знаешь, вот, ну, ну, вот, что, что, что там говорить, вот оно наглядно. Меня, мои люди приехали с наших, оттуда, наверное, это было лет, ну, 7 назад, 6. Приехали мы сюда, это первые, первые только наши встречи были с Павлом Николаевичем, вот, все, то есть, вот, тогда МЭФ вот этот произошел, вот, все, то есть, и вот, мои люди деревенские наши оттуда, с районов, с города Богдановича, с города Камышлова, с деревень, мы приехали такой маленькой делегацией. И вот мы походили, нам, вот, девчонки показали пруды, показали все, показали хозяйство, вот, мы уже здесь в поселке сели, как бы, разговариваем, и вот Сергей Николаевич, у нас такой он отец, семь детей, вот, все, то есть, депутат, вот, местный там, он говорит, Василий Александрович, люди, а мы-то зачем там живем? Мы там-то зачем живем нашим Богдановичем в этом всем? Нас что ждет? Вот где, вот куда надо переезжать, вот как надо жить, вот, так это вот, я говорю, где-то 7-8 лет назад, 7 лет, наверное, назад было, вот. То есть, настолько пример заразительный, настолько тех, кто познакомится с жизнью и поймет, что такое поселок имени Ленина, совхоз имени Ленина, да, вот, это сразу перестройка сознания, перестройка вообще страны может произойти, поэтому, если мы не осознаем, что это решение властей, бандиты сами бы не посмели разорить, вот, значит, вот, забрать земли совхоза, раздеребанить его, растворить, вот. Ну, а, конечно, основное препятствие Грудинина, значит, его, ну, ладно, многие говорят, а как он там еще живой остался? Живой. И надо, чтобы был живой, вот, знаешь, вот, и надо, чтобы жители поселка, совхоз имени Ленина, просто все, ну, не сто процентов пусть, пусть девяносто, выйдут просто здесь вот и решат, что нам такое местное самоуправление, как сейчас навязывают, уже не надо. Мы хотим иметь свой, ведь по закону имеют право, по закону, даже по Конституции, даже по всему. И, кстати, с поправками в Конституцию, похоже, ликвидируется вообще местное самоуправление. То есть все идет к тому, что люди русские в России не нужны. Вы, я, конечно, может быть, это нельзя так говорить, да, вы обратите внимание, что все-таки поселок совхоза имени Ленина, самый русский поселок. Здесь очень большое количество людей, происхождения славянского. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok